Больше Пушить Рашить Драйвить Новый Хавейл Джолион Больше пушить, рашить, драйвить Привет, ребята Заранее извиняюсь, что я не футболки Вертус Про Сегодня я сдал все вещи на стирку Как и ребята Прошли все игры стадии легенд Где мы смогли пройти в плей-офф Но я хотел бы Вспомнить самые крутые моменты Все игры, с кем мы начинали Что у нас не получалось Я позвал капитана, чтобы он дал свои Комментарии, мнения Ты готов? Я готов, брат Ты заранее Ты знал, что я спрошу Первая игра, мы играли против Виталити Что ты можешь вспомнить Это именно самый крутой момент Эмоции, первая игра Это много было всего Там такие микро ошибочки были Которые привели к 15-14 И мы были 4-5 Ну и гениальный колл заролял И гениальный хатшот Тимура Бусера тоже зароляли И мы выиграли Ну смотри У Виталити это была первая игра На мажоре Потому что первую стадию пропустили Потому что они были легендами Ты тоже сыграл Что они были не в фокусе Не в тонусе Не были в ритме мажора Можно сказать У меня сформировалась теория Которая наоборот Говорит о том, что команды, которые не были в нижней части А которые были выше Они в принципе все в плей-оффе Гамбит, Нави, НИП Много там еще Фурия Почти все Потому что Перерыва не было Между Групповой Ну то есть Ну ниже слотом Претенденты и легенды И пришлось на следующий день играть Но это я считаю неправильно То есть Не было какого-то рецета И какой-то подготовки И команды Тупо не могут ничего изменить А к ним готовятся Да, там какой-то фактор того, что Вот первая игра на турнире Но с другой стороны Там команды уже Ночами не спали Там уже супер уставшие И им надо Next стадию играть И сейчас С плей-оффом то же самое То есть Нету Все завтра Ну а завтра Ну да Ну тут Судья подумал Что вы вышли в плей-офф Мы отдохнем Нет Да, я тоже думал Ну хотя бы два дня Ну нет Нас поставят Вообще Типа первая игра У вас первая игра Сразу Мы закончили последнюю Нет Предпоследнюю Не бы закончили Предпоследнюю Играем первого Ну то есть Только сегодня Медика Вещи постирать Покушать Помыться Первый раз Турнир И блин Подготовка Праки И все И тут уже играешь Ну это несправедливо Ладно Ну это жизнь Это жизнь Это жизнь Киберспортсмена Что-то хотел Ребята Париматч запустил Сразу три акции Для всех зрителей Мажора Можно получить Фрибет 10 долларов На счет Можно участвовать В рейтинге С призовым фондом 80 тысяч долларов А можно выиграть Оплаченную поиску В Лондон На матч Челси Подробности Закрепленном комментарии Поехали Ладно Неважно Давай Все забудем Не хочу Вспоминать Игру против Нави Ну не Это Контерстрайк Тебя Когда-то Переезжают Ты переезжаешь Ну там Этих игр Не так уж Много Где нас Но я говорю Все игры Суперплотные Даже Первая часть Там Первая игра У нас Против Бразильцев Пейн Инферно Потом вторая игра У нас Против Моис Тоже плотная Там камбэк Было Чуть не Потом Мы проиграли Вроде Фейзам Проиграли И тут нам Эншет И Мираж На 14 И потом Выиграли Спирит Тоже Суперплот Но Эншет Проиграли Инферно То есть Там вообще Все игры Очень близкие Плотные Камбэки Перевороты Руна Водоворот Не фига Ты же комбо сделал Ладно Мы проиграли Нави Следующая игра Против Гамбит СНГ Дерби Обрат Этот ССРМР Был Мы Вили 14 11 Вначале Был счет 5-2 Потом Тот Раунд Когда Кикерт Не смог Убить В ухо Но он Стрелял В него Не попал Тот Развел Переломили Экономику Они взяли 3-4 Раунда В этом Свою Набрали Перешли Вили 14 11 И они Комбэк Нали Против Нас Хотя Мы такая Команда Которая Везде Комбэк Это был Не такой Сильный Комбэк Конечно Но Это Была Экономическая Война Там То есть У меня не было Снайперки Не вариант Сливать Два Раунда Чтобы Была ВП И приходилось На 4 тысячи Бояться Бояться Пару Ошибок Пару Раз Мы Не доиграли И все То есть Проиграли То есть Тоже Супер Близкая Игра Где все Решалось Там Последних Раундах Если бы Кто-то Из нас Просто Слив Не Засейвил Все Он экономически Рушится Там Форс Либо Мы Выигрываем Либо Они Нас Ломают И выводят На 14 14 Либо 15 14 И там Уже Один Байраунд Играешь После Этой Игры У нас 1 2 И начинается Матч На вылет Да Сильно Переживал И Первая Игра Против Маус Спорт Я Уже С Флитом Разговаривал Мы С ними Встречались 31 Января Это Где-то 9 Месяцев Назад У них Поменялся Капитан У них Поменялся Капитан У них Раньше Был Керриган Сейчас Пришел Декстер Что ты Можешь Рассказать Про эту Игру В целом Когда мы против них играли Они часто нас выигрывали Но Я думаю Что счет Керригана Они кардинально Изменились По видению Они начали ползать Нету Инициативы Никакой Раньше Керриган Выбегал Крежет Я ему Саппортил И доигрывали Робс Розен Сейчас У них Нету Прямо Инициатор Ну Вообще Нет Даже Декстер Потому что Капитан Он не особо Делал Какие-то Супер Вещи Му Агрессивные На По темпу Они сильно Изменились На Эншнити Они вас удивили Да Ну то есть А как они У нас не было информации Об их Эншнити Потому что Они давно играли Но у них была Какая-то информация Но мы там Постоянно его апгрейдим Сейчас Поэтому Мы им тоже Меняемся И Если бы мы Знали Как они играют То есть Они просто стояли И заходили Мы скидывали все гранаты И заходили На 30-30 секунд На бей Клачили Если бы мы заранее Знали Что это так То мы бы Чуть изменили Наш геймплан Но Сейвили бы гранаты Все эти вещи Ну Скорее Что-то типа такого По ротациям Очень по-другому Делали бы Но в целом Мы бы не ожидали Быстрых вещей Как допустим До этого Спириты Там Энтропик Фейзе Они просто Ну бегают Там Милл занимают То есть Они в другой мете Чем Моуспорт Хорошо Вот С Моуспорт Сыграли Вот карты Вертига Где Мы вели И вот этот Раунд Когда мы побежали На Б Этот В был С теками Ну конечно А чедрит А вдруг Кто-то из ребят Такой Джейм Подожди Давай я Предложу этот раунд И такой Ну все Супер Давай сделаем Ну так было Только На Эншенде Против Фейзов Когда До стан На 15-14 Заколил Этот раунд На Ашку Вот там Был Он Паузу Дел Ну да Я по этой Причине Решил У тебя Спросить Потому что Если кто-то Влияет На игру Я всегда Об этом Говорю Потому что Он Гений В принципе Любой Человек Может Взять Инициативу На раунд Но У нас Так Много Приложений И Всегда Что Мне Кажется Типа Чем-то Придумает Не переживайте Типа Такого Хорошо Ну вот Карта Вертигра Мы Леха Невероятные Килы Давал Помнишь Этот раунд Когда И киндеры Убивают Да Это Важнейшие Тысячи долларов Это Были Каждый фрак Там Десятка Тысяч Долларов Да Там Плетает Хаешка Троих Коцает Там Давал Какой-то Кол Или Леха Сам По себе Просто Такой Решил Когда На А Выходил Да На А Выходил Не Там Был Кол Конечно Типа Выйти Но Там Суть Не в Коле Конечно Который Он Повезел В Этот момент Вы Так Стояли И Леха Побежал В принципе Мы Заранее Не надо Быть Гением Чтобы Пострелить Наши Игры Там Если Мы В Питеру Им На То Скорее Всего Мы Хотим Вот Так Выйти И Чаще Я Уже Не Помню Кто Конкретно Сделал Но Там Главное Не Кол А Хэтшот Второй Там Первый Красный Проза Конечно Стоит На Стрейфе Второй Снайпер Промахивает И Третий Хэтшот Был Важно Третий Хэтшот Он Дал Ладно Следующий День Вы Играли Против Команды Моу Спорт Фейс Клана С Которым Мы Проиграли В Первой Догадывали И Что пошло Не так На Инферном Но Мы Мало Взяли Раундов Затеров А почему Мы взяли Мало Раундов Потому Что Мы Отдали Форс Можно Было Также Пойти На Б То есть Много Вариантов И Там Всегда Сценарий Который Тебя Убивает То В целом Там Мой Мисплей Был Потому Что На Банане Был Нюанс Я Уже Сказал Давайте Не будем Играть Пойдем Пятером И В целом Они Стали Четыром И Вторая Карта Эншелд Я Учера Разгорался Ребята Мы Снимали Обзоры Статистика Мы Ни разу Его Не Выиграли На самом Дель Никто Не Верил В Победу На Этой Карте Да Никто Да Ну А Ты Чуть Конечно Верил Потому Мои Мои Друзья Ну Когда Был 12 8 13 Нет 12 8 И Когда Керриган Выбежал И Убил Двоих Я Такой Да Нет А Чего Вообще Какая Атака Я Не Верю И Мы Сделали Невероятное Мы Забрали Мы Улучили Статистику Мы Победили Фирма 10% 10% Да Ну Там Такие Хладчи Были Невероятные Ну Они На самом Деле Стали Невероятными Но В целом Они Должны Были Мы Введем 9-0 9-0 Превращается 9-6 И Потом Выиграем 7-1 Или 7-2 Не знаю Это Магия Оверпасс Или Что Это Почему Так Ну Не знаю Люди Как-то Адаптируются Ну То Есть Жилого Что В какой-то момент Видишь Что Они Начинают Забирать Ты Такой Давайте Все Совсем По-другому Играть Новую Стратегию Новую В целом Прям Новую Нет Но Какие Сомнения Уже На 9-1 Часто Бывает Такое Что Кто-то Берет Инициативу Ненужную Где-то Либо Неправильную И Отдает Энтри И Все Люди Ктшники То есть Когда они Проигрывают Они Думают Вот Это На шанс Зацепиться Сейчас Мы 5-4 С процентом 80% Должны Забирать Если На их Забирают Экономика У них Есть Они Уже Могут Что Агрессивное Позвольте Так В принципе Доборы Происходит И Поэтому На Таких Счетах Еще Когда 80% Часто Бывает Такое Что Команда Которая Ведет У нее Нет Экономики И Любой Раунд Который Кт Забирают За счет Лос Бонуса Превращается Теры Должны Будут Закупаться На Плохие Деньги То есть Например 8-1 Проигрывают Они Каждый раунд Клач 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 И В конце Просто Три Раунда Ты Отдаешь Топ Потому Что Экономика Так Устроена 8-1 Превращается В 9-6 Мы Отдаем Пистолет И Я Не Знаю Я Не Помню Время Когда Мы Забирали Форсы Но Мы Именно В этой Игре Забирали Форс Когда Это Должно Было Случиться Да Закончили 16-11 И Ты Ты Счастлив Ты Рад Ты Успокоился В целом Зона Комфорта Достигнута Ты В стикерах Но Все равно Если проиграешь Будет Супер Обидно Грустно Тильтово На нем Надо будет Смотреть Отвлекаться Поэтому Не особо Хочется Испытывать Это Состояние Хотя Все Команды Кроме Одной На этом Турнире Это Состояние Испытывают Ну Смотрите У нас Команда Такая Которая Вообще Не выходит Из практики Я не видел Что вы Выходили В город Я не знаю Такая Стратегия Или Ваш Образ Жизни Это Просто Обстоятельства Которые Заставляют Нас Рвать Джоб Иначе Все Нас Захетят И мы Сами Будем То есть В первую Чредь Перед Собой Будем Плохо Будет Ну Как тебе Флит Вообще Прошло Сколько Две Стадии Мы Прошли Плей Он Хорош В плане Индивидуальной Игры И Огромный Потенциал У него Есть То есть Если Те знания Которые У нас Есть Мы Объединием С его Видением С его Стилем Потому что Мы Еще Просто Ставим Сейчас Игроков Только Потому что Ну Так В принципе Будет Неплохо На этот Турнир Но В целом Когда Уже Все Изменения Пройдут И мы Сюда Наиграем То У Составов Большой Потенциал Я думаю Ну Или Нет Или Все Люди Кто-то Сломается Психология Разосремся Кто-то Захочет Уйти Из КС Ему Надоест Играть Либо Мы Выигрываем Мейджор Деньги Получим Уйдем В бизнес Поэтому Никто Ничего Не знает Завтра Вы Играете На Арене Со Зарителями Соскучился Ты Последний раз Когда Ты Играл На Арене Со Зарителем Dreamhack Какой-то После Мейджора Ну Там Не так Много Зарителем А так Бласт Мейджор Я тоже Не особо Много Поиграл Со Зарителями Не то Чтобы Соскучился Я Не думаю Наверное На Атмосферу Ну Наверное Ради Этого И ты Играешь Наверное Некоторые Люди Я Не знаю Но Надо Будет Удовольствие Получить В первую Чирить От Того Что Выходит На Сцену И То Что Ты Один Фраг В бокс В сайте Ничего себе Да Надо Будет Получить Максимальное Довольствие Ладно Все Понял Ладно Спасибо В конце Кините слова Нашим фанатам Вперед Медведи Виртус Про Поддерживши Болейте Смотрите Наши Игры Аджара Гуджун Аджара Гуджун Спасибо Давайте Пока Субтитры сделал DimaTorzok